В 2015 году украинские власти заявляли, что ВСУ не могли сбить малазийский Боинг по причине отсутствия у них БУКов. Однако на минувших выходных украинский ЗРК БУК врезался в стену торгового центра в Киеве в ходе подготовки к параду. То, что украинские власти лгут, как дышат, давно не новость. Помните, что один из чиновников заявлял три года назад, когда на Россию сыпались обвинения в уничтожении рейса MH17? Советник президента Украины Игорь Смешко на конференции по вопросам безопасности в Брюсселе заявил, что Украина продала последний ракетный комплекс БУК Грузии задолго до авиакатастрофы на Донбассе. Об этом сообщал Интерфакс Украина. Цитирую. Насколько мне известно, последний БУК Украина продала Грузии, сказал он. А вот вам и ссылочка на украинский ресурс. Если Киев продал последний БУК Тбилиси, то что же тогда врезалось в стену торгового центра в украинской столице 18 августа? Вот вам еще съемки с другого ракурса, чтобы не было сомнений в реальности произошедшего. На видео несуществующие украинские БУКи. Один стоит, не вписавшись в поворот, другой проезжает мимо. Как тебе такое, советник президента Порошенко? Если даже оставить в сторону вопрос о непрофессионализме военнослужащих ВСУ, из-за которых подобное ДТП вообще стало возможным, тут все равно есть простор для разговоров. Но по понятным политическим причинам Запад будет до последнего отрицать, что это именно украинские военные сбили малайзийский бой. Ведь признать это означает также расписаться в том, что тянущаяся уже несколько лет кампания по обвинению России и ополченцев ДНР – это акт информационной войны. Поэтому киевскую аварию БУКа тихо замнут, как и неудобные вопросы о том, располагает ли ВСУ БУКами. Однако, похоже, есть один момент, который западные спонсоры Украины заминать не собираются, поскольку он связан со святым для каждого американца и европейца явлением, то есть с деньгами. Вот что сообщил 19 августа в Фейсбуке адвокат Андрей Смирнов, в свое время первым узнавший из своих источников об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах. Цитирую. «Друзья, а помните, этой зимой я первый сообщил о мальдивском отдыхе Порошенко? Снова позвонил тот же знакомый. Говорит, вчера Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки». Речь идет о средствах федерального бюджета США и средств, выделяемых в рамках целевой программы поддержки МВФ странам, зарождающейся демократией. Организаторами проходят со стороны Украины Петр Алексеевич Порошенко, со стороны Республики Молдова Владимир Георгиевич Плохотнюк. Еще один важный аспект. Поскольку у Порошенко имеется вид на жительство в Швейцарии, кантон ЦУК, а господин Плохотнюк имеет румынский и российский паспорта, к делу подключили и ФБР. На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса, так и Майка Помпео. Проверка займет от 25 до 60 дней по федеральному законодательству, после чего материалы вернут в суд и начнется разбирательство по существу. Если коротко, Молдова как иммиграционная зона для президента тоже отпадает. Вброс или не вброс, покажет время. Вот так. Пока несуществующие украинские буки рассекают по Киеву, задевая стены над Петром Алексеевичем, возможно, сгущаются тучи. Нет, вовсе не обязательно, что Порошенко попадет в то же место, где сидел экс-премьер Украины Павел Лазаренко. Просто наличие убойного компромата о растрате американских денег может сделать шоколадного президента еще более управляемым. И кто знает, по какой цели тогда выстрелит очередной несуществующий украинский БУК. Редактор субтитров А.Семкин